Практическая психология Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология» в студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева и тема нашей сегодняшней программы «Психологическая помощь онкологическим пациентам и их близким». И эту сложную тему я пригласила раскрыть практикующего психолога, психотерапевта Олесю Чучалову. Олеся, здравствуйте! 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 Действительно, тема очень серьезная и все чаще и чаще в окружении даже, например, меня, моих коллег я сталкиваюсь с пациентами, с клиентами, которым поставили вот этот диагноз, диагноз онкология. Причем не каждый психолог берется за работу с этими людьми. Ну, наверное, у кого-то нет определенного желания, у кого-то нет, может быть, определенных знаний по этому, да. Но еще мы прекрасно знаем, что это люди, с которыми бывает сложно работать. В вашей практике такие люди встречаются, вы с этим успешно работаете. Итак, что вот сейчас основное в вашей работе, с чего начинается, когда приходит к вам человек и он говорит о том, что я нуждаюсь в психологической помощи и рассказывает свою историю? С чего начинается? Не начинается всегда с того, что человек действительно приходит с этой болью, потому что, как правило, люди приходят уже находясь в стадии поставленного диагноза, либо люди уже проходящие, прошедшие, точнее сказать, да, определенный курс химиотерапии, лучевой терапии, и люди, нуждающиеся в том, чтобы с ними разговаривали, потому что кто-то об этом даже не рассказывает своим близким. То есть не рассказывает о том, какой диагноз, что говорят врачи, что он проживает, находясь в медицинском центре на лечении. То есть, как правило, человеку очень часто, да, я сталкиваюсь с тем, что человеку просто не с кем пообщаться. Не с кем пообщаться. Или же человек выбирает позицию, что я вообще не буду никому... Я не буду никому рассказывать, не буду никого нагружать своими переживаниями, своими страхами, своей болью, и каждый же человек боится стать обузой, потому что это же определенная боль, это определенные физические проживания этого состояния, да, и они же сопутствуют различными симптомами, да, которые непосредственно вызывают слабость, а слабым же мы себя чувствовать не хотим. Итак, первое, с чем сталкивается человек, это когда у него обнаруживают то или иное заболевание, озвучивают врач диагноз, и дальше вот эта шоковая реакция, да, после объявления диагноза, и как с этим справиться, какие у нас бывают состояния отрицания. Да, ну у нас действительно человек проживает несколько состояний, когда находится в процессе диагноза, постановления диагноза, диагноза, лечения, то есть, да, и человек проживает, как правило, пять стадий. Это первая стадия, это шок, отрицание, что это не со мной. Следующая стадия, это стадия гнева, когда человек говорит, а за что мне всё это, да, а почему это произошло, да, где я кому чего не додал, где, то есть человек начинается задумываться, но при этом при всём у него происходят очень-таки сильные эмоции саморазрушения, да, и с этим я тоже непосредственно сталкиваюсь, и тут важно уметь работать с этими состояниями. Потом следующая у нас третья стадия, это стадия торга, когда человек начинает говорить, а я вот там алименты заплачу, там, да, я там всем всё отдам, всем, кому что должен, боженька, только сохрани мне жизнь. То есть, в принципе, на этой стадии человек начинает торговаться не только с тем, что вот я тут сделаю, я тут сделаю, какие-то дела завершают, но он начинает торговаться, да, и с самим Господом Богом, и, в принципе, в этот момент через гнев, через проживание определённых, да, состояний человек приходит к тому, что он начинает верить, что есть, да, некие высшие силы, которые, в принципе, ну, да, на врачей он надеется, он доверил уже им всецело свою жизнь, проходя курс химиотерапии, лучевой терапии, но, тем не менее, ещё появляется вера в то, что он может выжить благодаря тому, что он начнёт, там, ходить в церковь, молиться, пить святую воду, то есть люди используют очень многие средства, имеющие отношение к духовности, к душе. Отлично, да, то есть это тоже помогает, мы с вами прекрасно знаем, да, по историям, знаем, по литературе. Безусловно, потому что, когда я на себя разозлился, когда я уже пошёл в глубину всех своих переживаний, только потом появляется, как говорят, искра Божья, когда человек понимает, вот, почему это происходить-то начало, там, тут недодал любви, тут отвернулся, там, да, тут вот что-то, вот, ну, какие-то моменты. Мы сейчас, Олеся, про тему психосоматики, да, всегда больной себе задаёт вопрос, да, а почему появляется та или иная болезнь в теле, да? Да, то есть человек начинает задумываться, то есть искать не только физическую, то есть физически он уже проходит определённый путь, и это очень важно не оставить, потому что, как мы знаем, в онкологии время, это очень, ну, это бесценный просто ресурс, время, да, и если упускается время, то тут идёт жизнь, вопрос о жизни, да, и почему говорят, что там, да, все методы, там, народного целительства, там, хождение по ясновидящим, там, да, ну, они имеют место быть, и врачи не отрицают, да. Но они говорят, что вы не упускайте время, вы не позволяйте сами себе делать вот эти ошибки, там, да, и верить в то, что оно само с собой рассосётся. Ну, очень редко, есть такие случаи, безусловно, они в историях, там, да, есть люди, но это очень редко. А это можно держать под контролем, да, все процессы, которые происходят? Даже взять, да, Солженицына, который, как раковый корпус. Да, он же тоже... Когда у человека не было никаких возможностей, да? Лечение было возможностей, да, но тем не менее, он, да, силой воли, вот он как-то своим силой мысли, он уничтожал эти клетки, и действительно человек прожил долгую жизнь. С 18-го, какой он, 1918-й, там, 2008-й, по-моему, если я... На 9-м десятке, да? Ну, так, скажем, серьёзный такой возраст, несмотря, что онкология была в 50-е годы, то есть, да, надо... Отдать должное. Отдать должное, да. Вот, следующая стадия, которая приходит в жизнь человека, который проживает, и мы, в принципе, не только про больных говорим, мы говорим про тех людей, кто ещё и сопровождает тех, кто болеет, да, то есть мы говорим непосредственно и про близких тоже, потому что близкие проживают именно эти же фазы, то есть и стадию отрицания, и депрессии, и шока, и близкие проживают это тоже очень глубоко, и потому что, столкнувшись с этим, мы понимаем, что в любой момент человека может не стать. Это может быть последний вдох и выдох, то есть каждая секунда становится дорога. Вот, и стадия депрессии, да, это по классификации, которая выделена в психологии, в психотерапии, вот это стадия депрессии, когда человек начинает погружаться в какие-то вот свои вязкие переживания, начинает копаться в прошлом, сопоставлять вот прошлое, настоящее, там что-то в будущее попытки делать, но, как правило, люди всё-таки находятся в очень глубоких внутренних переживаниях, но и вы, как психолог, Надежда, тоже понимаете, да, что состояние депрессии нужна очень, да, психологическая помощь, и сопровождение нужно. Потому что это не то состояние, с помощью которого ты можешь бороться, да, с тем или иным диагнозом. Это полная апатия, это полная апатия, а у людей, у которых есть диагноз рак, депрессия, это очень часто... Бездействие. Бездействие приводит, да, то есть у них просто появляется нежелание жить. Ну и следующая стадия, до которой, конечно, приходят... Ну, кто-то приходит, кто-то не приходит, как описывают, да, описывают литературу, это стадия принятия. И вот основная задача всё-таки психологической помощи, да, психологического сопровождения, это всё-таки прийти с клиентом, с пациентом, прийти, да, к принятию того, что происходит. И когда человек выравнивает вот этот процесс внутренний, у него включается осознавание того, что он сейчас проживает, тех событий, которые с ним происходят, то есть у него появляется ясность. Ну, простым словом, у него появляется ясность. И, как говорят, когда приходит понимание, принятие, тогда находятся и силы действовать. Вот, это очень важный ресурс. То есть я о чём и говорю, что, да, психологическая помощь, что она в этом и заключается, чтобы человек нашёл в себе силы, да, справляться с тем, с чем он непосредственно сейчас сталкивается. А ведь не каждый имеет возможность, да, с поставленным диагнозом уйти с работы. Да. Да, согласитесь? Очень большое количество людей, получив заключение, живут в том же ритме, в котором они жили до этого. Мало того, некоторые даже не сообщают об этом родным и близким. И пытаются наедине сражаться с заболеванием. И тут возникает вопрос. Прежде всего, не так много у нас, точнее, правильно так сказать, людей с диагнозом онкология становится из года в год всё больше и больше. А вот центров, где оказывают психологическую помощь людям, да, я так понимаю, что в медицине, да, там тебя сопроводят с точки зрения, может быть, там, медикаментозного, да, с точки зрения каких-то манипуляций, лечения. Но психологическую помощь как таковую не оказывают. По крайней мере, я от своих клиентов сколько, да, слышала о том, что у нас такое ощущение, что мы одни. Не нужны. А я слышу ещё, что мы не нужны. От больницы, от нас, ну, вот сказали, выдали диагноз и как бы от нас отказались. Идите и дальше как-то с этим живите. Как справитесь, как сможете. Как справитесь, как сможете, да. И так как у нас нет культуры попросить помощи, да, то в итоге получается, что очень многие пытаются, как вот могут, так и справляются. Но без этого качество жизни намного-намного хуже. Потому что мы видим с вами результаты, когда человек пришёл к профессиональному психотерапевту, к психологу, да, обратился, его сопроводили, у него появляются силы, желания, ресурсы для того, чтобы бороться, жить, выстраивать, да, вектор роста, вектор будущего, двигаться и наслаждаться, в конце концов, жизнью. Тут есть ещё один момент очень такой важный, вот прям как-то хочется сейчас об этом сказать, да. С чем сталкивается человек, когда ему ставят неизлечимый, на первый взгляд, диагноз? То есть мы сегодня знаем о том, что рак – это не приговор, да, и медицина шагнула вперёд настолько, что, ну, действительно, там, из третьей, из четвёртой стадии из онкологии люди выходят, и ведь живут без ремиссии, живут люди дальше, да, и рожают детей, и радуются жизни, и путешествуют, и приходят к определённым целям. Но с чем сталкивается человек? Человек сталкивается, в первую очередь, со страхом смерти. Но с этим состоянием любой человек рано или поздно сталкивается. Но тут-то, вот тут непосредственно глаза в глаза, потому что у нас сегодня почему-то есть понимание, что рак равно смерть. Хотя это не так. Это не так. Это не так. Но я об этом слышу, да, что я боюсь умереть. То есть когда мы начинаем работать, самое страшное, что может произойти у жизни человека, я умру. Да, и при этом, при всём люди переживают, а как будут дальше мои близкие? Что я тут не успел доделать, я не успел додать. Да, кому-то не успел помочь. Кого-то не вырастил. Кого-то не вырастил, да. Где-то не осуществляются те планы, которые я строил. Да, да. И тогда что мы делаем в этом случае? Вот приходит человек, да, он уже в состоянии, мы помогли ему с гневом справиться. Мы, если у человека депрессия, мы, всячески, да, сделали всё для того, чтобы человек не упал на дно этой депрессии, а нашёл себе силы дальше лечиться, да, дальше жить, справляться, решать свои задачи. А что мы делаем, чтобы вы, прежде всего, посоветовали, порекомендовали, на что стоит обратить внимание людям, которые вот сейчас нас слушают и понимают, что, в принципе, никто не защищён от этого? То есть мы сейчас, я правильно понимаю, что мы говорим о том, что какие шаги, да... Да, какие шаги необходимо сделать. ...необходимо принимать для того, чтобы, ну, как-то себе помогать. Да? То есть в первую очередь, когда мы сталкиваемся с диагнозом, необходимо осознать, принять, что этот факт уже свершился. И, находясь в процессе, ну, кто-то же узнаёт об этом непосредственно от онколога, да, а, например, проходят люди... Ежегодные, да? Ежегодные обследования, да. И им говорят, ну, вот вам, скорее всего, нужно в онкологию. И этого не нужно бояться. Нет смысла отталкивать это, да... Откладывать. Откладывать, и, ну, необходимо действительно идти и делать. Потому что... Брать цитологию, делать гистологию, там, да, ну, гистологию, различные исследования делать. И непосредственно искать нужно человека в медицинском учреждении, который вас будет сопровождать, если всё-таки диагноз подтверждается. Это первый момент. Второй момент. Необходимо всё-таки найти в себе силы и сказать о том, что... Самому себе признаваться, да, и сказать своим близким о том, что происходит. То есть вот вариант, когда ты берёшь на себя ответственность и говоришь, что это вообще моя проблема, и я буду её... Это ноша моя, я её несу. Ну, это вариант не совсем удачный, да? Он, наверное, имеет место быть, да. Это всё-таки каждый человек решает сам для себя. Каждый человек решает сам для себя, да. Но, тем не менее, всё-таки в чём мы нуждаемся? Ну, вот доводится дело до обычной температуры, да. В чём мы нуждаемся? В том, что нам сделали чашку чая, о нас позаботились, да. То есть и тут тоже очень важно, чтобы твои близкие проявляли к тебе заботу и внимание. И чтобы понимали, что происходит, да? Чтобы понимали, что происходит, потому что на каждых этапах прохождения лечения, да, близкие не могут понимать, почему человек закрылся, зажался, почему, например, когда происходят рвотные реакции, человек там убегает, захлопывая дверь и говорит, оставьте меня, появляется же неврозность, нервозность, извиняюсь. То есть появляется, там, я не знаю, у кого-то заметно очень появляется, там, может быть, ремор конечностей появляется, и близким-то это видно. И близкие, как ни крути, но они переживают. И они начинают сами придумывать и иногда даже усугублять ситуацию, потому что... Из-за того, чтобы направить все силы для выздоровления, да, на поддержку. Да, да, да. Близкие могут вот напридумывать, нафантазировать и, собственно говоря... То есть, в принципе, не надо вот уходить вот в это состояние инфанта, да, то есть наоборот, мы с позиции взрослого, да, начинаем. Обязательно. Мы говорим родным и близким, что происходит, что вы собираетесь в этой борьбе победить. И прежде всего начинаете планировать, я правильно понимаю, да, лечение. То есть прямо, что, зачем необходимо сделать, каких специалистов необходимо посетить, да, какие там... Анализы сдавать, какие УЗИ, какие там процедуры обследования необходимо сделать. И даже, ну, очень же часто люди сталкиваются в районных больницах с этим, да, есть смысл, может быть, даже переместиться в какие-то другие города, например, в более крупные медицинские центры. И это не потому, что у вас плохой врач, да, но это потому, что... Больше информации будет. Больше информации, да. Может быть, другая аппаратура, могут быть другие расширенные анализы. То есть, ну... Надо пользоваться всеми возможностями, которые только тебе представляются. Как можно больше, мне кажется, как можно больше нужно собрать информацию о том или ином виде, например, этого заболевания. Обязательно. Потому что некоторые заболевания, как вы уже говорили, имеют вообще стопроцентную излечимость. Излечимость. Ну, вообще, что такое страх? Страх – это отсутствие информации. Да, да, да. То есть, об этом необходимо помнить. И чем ты больше собираешь информации, тем ты больше понимаешь, что всё не так и страшно. Ещё, мне кажется, тоже немаловажно, конечно, многие, пережив этот диагноз, они не хотят, может быть, и вспоминать, да, вот те сложные времена. Но ведь у этих людей огромный опыт. Они уже этот путь прошли. Да. И поэтому, что немаловажно, это найти людей, у которых это было в жизни уже. Да, может быть, где-то посоветоваться, где-то, может, получишь какие-то необходимые рекомендации. Я знаю, что в социальных сетях есть созданы группы, которые, люди, которые пережили онкозаболевание, выздоровели. Они рассказывают, что они прошли, каким образом они прошли это, что им помогло, что точно делать не стоит, да, вот как бы вот эти моменты, они тоже могут быть ценные для человека. Безусловно, и в социальных сетях есть, и я даже, готовясь к программе, да, посмотрела, что на сайтах есть информация, поддержки тем, кто находится сейчас в состоянии лечения, да, прям психологи непосредственно работают. То есть это помощь безвозмездная. Люди оказывают это и пишут, что обращайтесь, прям... Я знаю, что есть гранды, и некоммерческие организации многие выигрывают, которые по сопровождению людей с онкологическими заболеваниями. Так что главное задаться цели и поискать это, да? Я думаю, что нужно это делать, потому что всё в руках самого пациента. Ну да, говорят, что кроме твоих рук у Господа больше никаких других рук нет, поэтому действуем. Хорошо, значит, итак мы с вами что делаем? Если диагноз подтвердили, да, то не откладываем лечение, потому что время, оно дорогое. Время, ещё раз время. Ну и не стоит забывать о том, что у нас есть фонды помощи, да, социальной помощи, то есть фонды там медицинского страхования, да, когда мы... То есть человеку необходимо ещё узнать о программах, которые есть в том регионе, в котором он находится, да, вот фонд социального страхования. И, может быть, получить помощь не только, да... На коммерческой основе, да, я бы даже сказала, в последнюю очередь на коммерческой основе. Да, то есть пробовать все варианты, связанные и с передвижением, и с перемещением, и лечением в других городах, в более крупных центрах. Хорошо. Ну давайте сейчас перейдём, так как у нас программа, она не бесконечна, а очень интересна, и хотелось бы как можно больше дать таких практических рекомендаций. Какие рекомендации вы могли бы дать пациентам, и так, если человек узнал, что у него или у его близкого человека обнаружена онкологическая патология и поставлен диагноз, что самое первое? Ну, вообще нужно человеку обрести ясный ум, да, и перестать жить эмоциями, да, и должна возникнуть вообще огромная воля жить, да. Желание, каждый день, я просто... Желание, вот прямо каждый день, да, проживать каждую минуту своего времени качественно. То есть мы же говорим, ай, да, я сделаю завтра. И откладываем. И откладываем, да. А тут необходимо, ну, учиться жить в моменте здесь и сейчас. И первое, что необходимо сделать, это, вот мы уже проговаривали, да, об этом, что обсудить с родными и близкими, да. Но очень нужно тщательно выбирать собеседника и постараться, ну, так скажем, меньше взаимодействовать с теми людьми, которые охают и ахают. Да, которые ничего, кроме вот своих еще эмоций, да, вот таких отрицательных, тебе больше не добавят, да. И еще я вот тут, наверное, бы заметила, что надо очень осторожно об этом сообщать детям. То есть иногда детей стоит очень экологично или вообще пока смотреть по возрасту, да. Экологично, да, смотря по возрасту, потому что бывает такое, что детки в момент прохождения, да, в семейной паре ситуации начинают кричать родители, а вы где, ау, а почему я-то вам стал не нужен. То есть, да, но это мы говорим о детях, которые находятся в подростковом возрасте. То есть взрослые дети могут этого не заметить в силу занятости, а маленькие дети могут просто не понять, что происходит, они живут своей жизнью, там, да, дети дошколята, там, начальная школа. А вот подросток очень даже может заметить и начать это проявлять как поведенческие такие, да. И поэтому ему лучше адекватно, да, сообщить. Ну, нужно по-честному просто рассказать, что сейчас происходит, чем заняты мама или папа, там, да, и мама, и папа иногда бывают вместе. И может быть даже где-то попросить такой адекватной помощи, да, что-то не создавая нам поведенческих каких-то проблем, да, что давай мы вместе справимся. Именно не столкнуться с подростковыми вот этими поведенческими моментами, когда ребёнок прямым текстом кричит, я вам не нужен, да. То есть тут, ну, лучше тогда по-честному рассказать, хотя оберегать их нужно. Да, экологичное отношение прежде всего. Да, экологичное отношение, да. Что ещё необходимо? Необходимо... Грамотно выбрать врача. Врача. Потому что всё-таки доверие врачу, да, это тоже, я бы сказала, основного... Ну, это основной залог успеха. Да. Основной залог успеха. Хорошо, конечно, когда есть вера в то, что там помогут травки, помогут натирки, настойки, там волшебные палочки, это всё здорово. Но врач... Вы понимаете, что онкология и волшебные палочки... Но онкология, да. Всё-таки нужен врач. Прежде всего, врач хороший, квалифицированный, да, врач, которому вы доверяете, который использует передовые какие-то методы, да, который постоянно обучается всему этому, да, и у которого вы видите, что у него есть положительная динамика выздоровления пациентов. Да, но это, так скажем, очень важно узнать. Про фактор времени мы тоже говорили, что его упускать... Ну, в коем случае нельзя. ...ни в коем случае нельзя. Необходимо помнить, что вы сам, что ни на есть, активный, полноправный участник данного процесса. То есть всё зависит от вашего настроя. Вот если вы собираетесь сидеть в состоянии депрессии, да, и смаковать какие-то вот такие моменты... То можно жить в состоянии онкологии очень долго. Да, поэтому это не ваш вариант, друзья. Да, поэтому помним, быстро, в цель, проходя качественное лечение, грамотное медицинское сопровождение. Вот, следующее правило, которое имеет уже непосредственно отношение, да, к нам, к психологам, с чем мы работаем, это наша задача научить людей управлять своими эмоциями. Не контролировать, не подавлять, а управлять своими эмоциями. Можете здесь поподробнее? Ну, что происходит, когда человек попадает в состояние шока? У него происходит полное отсутствие желания жить. У него происходит очень неприятное для него самого проявление эмоций. и он начинает себя считать ненужным, беспомощным, обузой. То есть приходят и различные эмоциональные, да, и страх, и гнев, и вот, и безрассудство иногда даже в поступках, да. А иногда бывает, человек просто начинает ходить как зомби. Он просто берет механически там кружку и ни чая не наливает, ни вода, вот просто с ней начинает ходить по дому, да. И вот из этого состояния шока, да, важно... Вывести. Вывести. И в чём задача психологического сопровождения? Это в том, чтобы помочь проходить определённое эмоциональное состояние в первый момент. Во второй — это умение управлять своими эмоциями. Что мы делать начинаем на таких этапах? Мы начинаем осознавать, какую эмоцию сейчас я проживаю, да. То есть что это за эмоции? Это страх того, что моя жизнь скоро закончится. Это нежелание жить бывает, да. То есть и очень важно в этом самому себе признаваться. Осознаём, признаёмся, проживаем её, погружаемся в самую глубину этой эмоции, проживаем те состояния. Иногда мы сталкиваемся с тем, что приходится делать путешествия в прошлое, да, и очень часто это бывают моменты подросткового периода, детского периода, когда мы сталкиваемся с обидами, с глубокими обидами, с переживаниями, с какими-то травмами, приходится ещё и с ними работать, да, чтобы как-то вот, она вроде бы вот здесь, когда человеку там уже давно-давно за 30, да, а обида-то вот почему-то там, да, и получается так, что и это имеет место быть в данный момент, и это актуально. Вот она машина времени. Машина времени. Действительно машина времени. И вот эти путешествия, делая, да, клиент начинает осознавать вот как раз тот момент, да, а для чего вообще всё это сейчас происходит? Ведь болезнь – это некоторая пауза, стопа в жизни человека. Да, то есть это возможность… Не остановка, это всего лишь пауза. Это всего лишь пауза. Это возможность остановиться, переосмыслить, что-то осознать и глубже, наверное, понять что-то про свою жизнь. И про себя. И про себя, и вообще, как он дальше будет двигаться… После выздоровления. После выздоровления. Вот. Про контроль ситуации. Ну, тут мы, конечно, по-деловому относимся к процессу лечения. Мы простраиваем план. Это как тайм-менеджмент, да? Да, безусловно. Простраиваются планы, процесс лечения сопровождается иногда тем, что люди забывают информацию, да? И очень важно, когда ты уже оказался в этой ситуации, небольшой блокнотик и ручку. Даже человек с самой замечательной памятью, да, какие-то важные моменты может… Тупой карандаш лучше острого ума, поэтому, да, должен быть чёткий. То есть, как бы, тут вот просто не стесняясь… Всех процедур, всех приёмов препаратов, да, всех посещений специалистов. Прямо очень чётко. То есть, контроль ситуации, он должен быть у пациента, у самого. А вообще, знаете, как переводится, да, слово пациент с латинского языка? Терпение. Да, терпение. То есть, это то, чем должен запастись действительно человек, попавший в ситуацию болезни, это терпение. Мы говорим о стадиях, там, да, гнева, принятия, там, прохождения различных этапов. Но вот терпение, оно должно быть везде. Когда ты сидишь в поликлинике, когда ты проходишь химиотерапию, когда ты принимаешь препараты, от которых тебе плохо, и хочется эти препараты просто нажать кнопку унитаза и смыть их. То есть, в любом случае, нужно запастись терпением. И как раз вот это вот про контроль, да, про управление своими эмоциями. И своим временем жизни, да, и своими мыслями. Потому что мысли от мыслей, которые тебя посещают в это самое время, да, тоже ведь, наверное, качество лечения зависит. Безусловно. Программа вот выздоровления, да, Саймонтов, она как раз говорит о том, что врачи сделают всё необходимое, но вы должны правильно настроить свои мысли, вы должны правильно видеть вектор своего будущего, и вы сами должны сражаться с этими клетками, и они именно используют слово сражаться, да, сражаться с теми. Борьба, потому что слово борьба – это, да, это динамика прямо чувствуется, да, в этом слове. Да, а сражение – это всё-таки вектор на то, что мы идём в нападение, мы идём к результату, и другого варианта нет. Вот, отлично. Вот мне нравится правило номер семь – действуй, действую, борюсь и живу. Да. Это после контроля ситуации, да? Угу. И бывает часто так, вот, например, да, пациент говорит о том, что, ну, я уже устал бороться, я уже устал действовать, я уже не знаю, хочу ли я жить. И вот каждый раз, каждый раз, да, мы возвращаем к тому, что именно от твоего, от твоей активной позиции будет зависеть результат. Да. Только от намерения, от цели и задачи самого пациента зависит результат. Врачи сделают всё возможное. Вот они сделают всё, что от них зависит. Но жить или умереть – решение принимает сам человек. Вообще тема жизни и смерти, да, в психологии, она ведь встречается у нас не только при столкновении с болезнью, да, иногда люди добровольно изучают, да, тему смерти, как у нас танатос, да, правильно происходит. И смерть – это определённый этап жизни человека, каждого человека. Но наша с вами задача, друзья, как можно дольше не встречаться с этим жизненным этапом. Но если так складывается, что на жизненном пути возникают препятствия в виде тех или иных заболеваний, да, то мы помним, что очень многое в наших руках. Поэтому не сдаёмся, боремся, сражаемся, используем все те возможности, которые есть в этом мире, в этой вселенной. И каждый раз надеемся, верим, побеждаем. Сегодня у нас была программа «Практическая психология». Тема была «Сопровожить психологическую помощь онкологическим пациентам и их близким». И мне эту тему помогла сегодня раскрыть практикующий психолог и психотерапевт Олеся Чучалова. Олеся, спасибо вам большое. Спасибо, Надежда, и вам. Всего доброго, крепкого, всем здоровья. До свидания. Практическая психология